Зим, да ты мастер-то пить пески, я смотрю вообще. Может, Лэри скажет правду, типа мы ее не знали, это правда, только Лэри знал. Он нам не сказал, что с ним случилось. Ну, скорее всего, тогда его убьют. Думаешь? Ну, если он сможет рассказать, во-первых, он нравится той сумасшедшей, хотя у нее приступы, как будто бы происходят какие-то в сумасшествии этого. В общем, он ей нравится, возможно, ему даже дадут сказать всю эту историю, почему он это сделал. Да, он уже есть эта причина, он же не просто сумасшедший, который убивается. По бандитскому кодексу он сделал все так, что, ну, как бы и поступил любой бандит. Ну, тогда пусть он едет и один рассказывает, что как будто бы наша банда вообще-то не касалась никак. Но вообще, судя по вашим рассказам, они не очень любят, когда им врут. Вот-вот, я про это говорю, лучше сказать им правду, чтобы заручиться, так сказать, от доверин какой-то. Но только надо предупредить всех в банде, что никто ничего не слышал про это. И чтобы все держали язык за зубами, иначе, сами понимаете. У нас с Каролин такой план и был, поэтому мы повесили вот эту хилотельную газетку на дуэт, но в итоге, я так понимаю, кто-то кого-то съебал. Джинни. Да, Джинни, а Дубль не знал. А Дубль не видел, спит. Не-а. А я пойду гляну, проверю, все ли там, может, ты просто не заметил. Ну, да, если мы скажем, что человека вы видели въезжающую сторону Ванхорна, а потом Ларри в конце концов признается, он же любит внимание к себе, то там будет плохо, конечно. Поэтому пусть лучше признается, тогда согласен. Ну, в конце концов, он сделал, и ему нужно решать, в последствии, скажем так, заглаживать все эти острые углы с ними. Угу. Мне вот интересно, будут ли эти, скажут ли они этим, как их там, ну, которые подставные два товарища, шерифы, они им расскажут, как мы выглядим или нет? У нас уже вчера какая-то дамочка видела. Кстати, об этой дамочке. По-моему, я ее знаю. Правда, что ли? Она мне очень напомнила одну женщину из Роу. Она меня, помнишь, тогда в баре угощал выпивкой? Когда я пришел, сказал, что призраки на причале? Си, си. Именно тот день. Си. Она меня расспрашивала обо всем, но о себе ничего не рассказала, кроме имени, что ее зовут Элизабет. И спустя несколько дней я стояла и ждала, пока Джинни выберет себе бандитский наряд, так сказать. И она решила до меня докопаться, типа, воу, ты помнишь, кто я? Ну, из разряда того, что вы нашли там себе мужа или кого там искали. Но она тогда уже была как раз-таки вот с такой прической, как мы ее видели. Ну, я вчера ее видел в Роудс, она подъезжала к мясной лавке, общалась с какой-то Олли или с кем-то. Оливия, Оливия. Си, си. Она очень много задает вопросов. Возможно, она и их информатор. Рассказывает о всех, кто живет в Роудс. Теперь она знает, что мы связаны тоже с Ванхорном. Поэтому нужно будет быть аккуратными. А? В общем, там конь быхает, Сак. Не знаю, мой у меня в конюшне. Мой у дерева. Может, это он? Да, да, он быхает. Так, да, он что-то у меня, это вообще, он недоволен. Ну, в общем-то, что еще? Нихера я не нашел дома, короче. Ни записок, ни их не видать. Тот рыжий, кстати, который одноглазый. Или штат? Си, си. А он мне эту выпивку дал, как раз-таки там, на горе. Возможно, с ним проще меня не делал. Может, ему понравилось? Может быть, ты с ним помчешься? Возможно. Ну, кстати, да, это для штата, он какой-то мужик вроде это, ровный. По-своему. По-своему. Какое? Ну, которое вот вчера... Может, она на него работает? Ну, если она работает на него, значит, она работает на совет, значит, она работает на Ванхорн. Кружокой совет. Значит, надо постараться ее не грабить. В Ванхорне есть совет, Римус, который заправляет порядком в этом городе. У них нет как такового правосудия. У них есть совет, который решает, что плохо, что хорошо. Ага, а типа... Ну, типа, представь, если бы мы с Джимом решали, что плохо, а что хорошо. Вот, примерно так. Примерно мы хотели как раз это сделать, чтобы мы, все наши банды, решала, что врутся хорошо, что плохо. Слушай, а мы шо-то этого... Опа, не испугался. Ну, я так и думал сразу. Духарь говорил, что... Есть несколько СМИ, они все управляют разными городами, шо-то такое. Ты что-то слышал про это? Нет, ничего. Интересно говорили про каких-то шоу. Тогда просто это... Помнишь, вчера нам эти два кретина сказали, Кларкс, то, что, типа, они всем заправляют от Тамбл Вида до этого, до Аннезберга? Разве мне казалось... Ну, это они так сказали. Мне почему-то казалось, что меньше территория была названа. Ну, да. Почему-то мне казалось, от Аннезберга до Роудс. Не, ну, я очень хорошо помню, там был Вида, я запомнил. Си, возможно, я прослушала этот момент. Короче, получается, что всем этим херовым суперштатам. Получается, что так. А если Дугль говорит, что разные семьи... Может, что-то поменялось с того времени. Он, видать, долго в горах был. Может, после смерти этого брата Ландона, у них там что-то реально поменялось. Может быть. Может быть, у них там периодически какие-то войны за территорией, я не знаю. Кстати, я помню, вчера я очень как-то придал значение тому, как это Жек сказал, когда про Строубери что-то упомянули, а когда Эт Лерри сказал, куда он отвез строить его, и они сказали, что чертов Строубери, помните? Си, си. Интересно. Вот, с чем это может быть связано. Может быть, это не их территория, которую они управляют, или, может, там просто что-то произошло. А может быть, Строубери доставляет им много проблем. Можно, кстати, узнать, как-нибудь съездить, поговорить. Си, а этот Жек, кстати, сказал, что в другое время расскажет нам пару занятных историй. Надеюсь, после них мы останемся все живы. Да, надеюсь, мне не придется опять херать с каким-то придурком очередным. Ну, судя, исходя из того, что он в тот момент говорил, он был настроен дружелюбно, потому что мы собирались уходить, и уже времени было мало на все эти разговоры, и он, ну, как бы устал с его слов. Вот, поэтому он сказал, что в следующий раз все расскажет. Да, ну, мне кажется, он просто не подозревает, что один из трех уже где-то там кормит червей. Может, все упоминает. Ну, да. А, я, кстати, помню, что один из этих трех убил шерифа, кажется. Си. Как раз тот, который кормит. Как раз тот, который, да. Но как они... Про это вы упоминали? Си и Джеймут поминали. Я почти что сказал, что... Потом подумал, что если мы скажем, что мы узнали от этого Ника, то, скорее всего, они поймут, что его уже нет в живых, поэтому я решил не говорить. Но они сказали, что... По их приказу это повозил. Ну, да, что убил никто. То есть из этих троих никто его не убивал. Нет, я сказал, что его убил помощник, они сказали, что нет, это не так. Но, может быть, на то... Помните, этот гик, вроде как, он не был помощником в то время. Я не знаю. Не следила за их деятельностью. Ну, когда мы приезжали, я говорю, вы, сэр, вы помощник? Он говорит, да. А потом кто-то говорит, что он помощник помощника. То есть что-то такое. А, си-си. Ну, возможно, если они в курсе, возможно, его заказал кто-то. Так они сказали, что по приказу Джека этого, вы убили этого шерифа предыдущего. То есть это в любом случае по заказу Ванхорна. Боже, все эти хитросплетения, у меня голова пухнет. Это еще вчера не было Ванхорне. Да. Слушайте, может быть, вы съездите в город, посмотрите, что там? Можно. Слушай, может... Надо переодеться. А вы это кто? Кого ты имеешь в виду? Да мне кажется, кто-нибудь один туда заехал, посмотрел, вернулся, чтобы понять, что там творится. Может быть, там Джинни уже поймали и вешают. Блядь, вот после таких слов, знаешь, только я и могу поехать. Вот я вот прям так, знаешь, намекнул, так сказать. Да нет, это я, это... Я, типа, я на самом деле немного это... Она может быть в Блэклотке. Я ей сказала заехать к Тоду, если ей нужны какие-то вещи, но не злоупотреблять его расположением. Угу. И подкидывать ему чай. На, чай это, чаевые. И чай тоже. Ну, можно, если чай. Так, короче, по поводу этого города. Что-то мне не очень пока хочется доехать, мне кажется. Мне кажется, у нас в городе математика, понимаешь? Ага. Си. У меня, у меня скаладу. А, ты, да, ты, да, тебе вообще не надо, тебе вообще не надо. Хоть я, типа, как-то, да, не там, не знаю. А почему ты не попытался изменить хотя бы голос? Э, ну, как сказать? Я пытался. Сложно. Я еще на сларе, так сказать. Не-не-нет, я же сначала, я просто потом. Извините. Я потом что-то поздал, так сказать, это. Как это? Ну, короче, что-то я потом это расслабил. Что-то думал, ну, все, короче. Конец им всем. А тебя слышали эти двое, которые потом приехали? Да, всех. Да, все слышали, все промыслили мой акцент. Дерьмово. А один из них, с которым я больше всего там разговаривал, он вообще знает, что я этот, англичанин. Один из тех двух? Да, да, кто уизер. Эти, мне кажется, эти двое, они нам сейчас вообще не опасны. Это какие-то работяги, которые, да... Нет, нет, но, но, не работяги, или работяги. Не-не-не, работяги. А что, у нас же есть, остывая, что мы тут постоянно на кухне толкнемся. Там теплее, там постоянно камины. А вот поечка, смотри, прям, можно на нее сидеть, смотри. Эх, кто бы... Ну давай, сейчас растопим, погоди. А, это же качалка, что ли? А, твою-то, моя, тебе же сложно быть высоким. Что такое, неудобно? Да что-то, да, как-то не вот. Какие-то, что за эти, лилипудцы тут жили вообще. Да, какая-то парочка стариков. А, я напомню, они были людоедами. Ага, интересно. Зим, да ты мастер топ-пейс-ки, я смотрю вообще. А, кто-то куда приехал. Оружие, да, готов. А? Что ты стоил, успокойся. А, ка-ка-ка. Мое плечо. Нормально все? О. Блэд, вы куда уехали? А мы поехали в Блок-Вотер. Для кого бы выехал, сука, за поездку я не могу. Мы были в городе и пытались открыть, скажем, ящик, ну, в офисе шерифа. И знаете что? И шо? Ну, знаете, нет? Нет, не знаю. Нет, мы что? Нет, мы что? А ящик оттуда забрали. В смысле? Его забрали оттуда, его там нет. А кто-то зашел, там же ключи, там взломана была дверь? Нет, его, скорее всего, увезли, возможно, даже до этого, но перед тем днем, когда вот мы все это провернули, ящик там был. Возможно, они знали и про те сокровища, которые они говорили, вот как раз-таки, типа, не скажут, где они. Скорее всего, это и было. Так что ключи, бесполезный кусок дерьма. Ой, это все говоришь хорошо, блядь, но ты на записку, сука, за кого повысил, ты же ты считать умеешь? Так давайте зайдем на кухню, я не могу, меня раздражает только печка. Ладно, камин вот хорошо горит, реально. Проблема в том, что ты знаешь какую-то информацию, которую лучше бы не выносить, так сказать, из этого дома. Поэтому мы оставили эту записку. Сейчас, Духоль, ты тут? Да. О, Духоль, ты? Я. Чех, давай. Ты нормально? Она контролирует ситуацию. На козыре стоит, так сказать. Хорошо, значит так. Мы вчера были в Ангхорне и говорили с работодателями тех троих и нашими. Оказывается, нам не нужно было, нельзя было трогать этих людей. И весь Роц принадлежит Ангхорну. Конкретно некому Джеку. И он был недоволен, потому что... А, эти парочка, которые остались живых, они уже до нас приехали. Вонючие тванхорные все рассказали про то, что мы с ними сделали. Уже пожаловались. Вот, поэтому нас чуть там не убили. Нам показали разные рода фокусы. Лилари чуть не взорвали. Не подожгли. Римусы чуть не прирезали. Меня чуть не закололи ножом. А что еще было? Мне дали бурбон попить. Да, пипит им всем понравилось. Да. Собственно, когда не узнали, что у нас много человек, что у нас не только четверо, но и еще четверо, то есть у нас восемь, они сказали, что будут готовы с нами сотрудничать, но нам нужно завоевать их доверие. Соответственно, они хотят поговорить с оставшейся четверкой, соответственно, с Женей, с тобой, с... с тобой. Блин, а мне можно с ними разговаривать нормально? Или стоит это помолчать? Ну, ты можешь. Они сказали, что они не будут ничего такого делать, как с нами делали, поэтому они просто посмотрят. С кем имеют дело. Неплохо. Есть только одно дерьмецо. Про Лондона и брата его? Да. Давай, расскажи ему подробнее, как получилось, что ты захуярил брата Лондона? Не я его захуярил. Ты чё так встал? Чё ты там прикрываешь? Да, короче, не я его... Да, блядь. Ну, я могу говорить или нет, Лива, пока... Да, иди, говори. А ты хочешь получить, что... Стаси, блядь. А, блядь, ты свою ебучку, блядь. А, ладно, все хорошо. В общем, было я какой-то... Давайте все будут помолоть по... Сейчас в окошечко встанем, да? Где смотреть? Так вот, был какое-то время, обормозило, и... Работаю я с одним человеком, конюхом. Мы там планируют большие дела, и под самый конец... Наш бизнес начал страдать из-за вмешательства Лондона в дела городишко, потому что у него там и ставленник был на должности шерифа и охотник за головами, который пользовался такой большой властью там. То есть почти каждый второй был его человеком. Ну, его... Мы и еще пара людей, которые тоже не хотели мириться с властью Лондона, но вот это безграничное на нескольких городах. Решили еще что-то предпринять. В общем, убили охотника за головами. Что с шерифом стало, я не знаю. По слухам, что он либо пропал, либо умер. Вот. И после этого решили мы ван Хорн съездить, да, раздобыть динамит, чтобы подготовить оборону Армадила. Поездка не подвещала никакой беды, хотя я и наставил, что можно, не знаю, договориться за какую-то сумму денег с шахтерами. У них тот же динамит, и... Там было бы менее опасно его взять. Но у нас стояли на ван Хорне. Общался там, воротила, как он, Боб Фландерс, жирный такой, бородатый мужик, вряд ли вы узнаете. Мы не видели такого. Вот. И он пытался там найти авторитета местного. Нам не повезло наткнуться, сука, на брата Лондона, потому что именно этот брат, и был, скажем, смотрителем ван Хорна. Не знаю, кем он еще был, но явно не последним человеком в Совете. Вот. Ну и на наше же несчастье он был, блядь, не мы ему, наверное, или ему язык отрезали. Не знаю. Пытался поп-сим разговориться. А у меня был, ну, товарищ импульсивный очень. Он чел вот то, что этот мужик повернулся к нему спиной как акт неуважения, ну и попытался его связать. Ну, как-то неправильно он его связал, и, в общем, его пристрелили на месте же. Мы вырубили этого брата Лондона, вывезли его за город. Нам очень повезло, чтобы нам в тот же момент не начали стрелять. И потом у меня был еще один товарищ, тоже пока на... Ну, по темам с конями. Он обдобыч. Охотник, да, охотник. Вот это уже много чего говорит. И он помимо этого очень любил злоупотреблять вот этим обезболивающим героином. Отбил он себе голову просто напрочь. А, прям как Ларри. Да, отбил себе голову напрочь, и когда я думал, что же делать с этим чуваком, может его просто отпустить и договориться, что мы его не видели, а не он нас, этот шнырь просто взял и метнул в него топор. Ну, это расстояние там пару метров плюс-минус. А потом начали настаивать, что вернется в город и забрать его арабского скакуна. То есть вдвойне так поднасрать вот это семейство Лондона. Вернулись, то вернулись. Но потом по нам начали стрелять. Я не знаю, из автоматического. Может, там Гатлинг стоял, либо с Ланкастера, но передрягивым знатно мы попали. И вот именно после этого я, короче, ей дал зевуру в горы и вот сейчас вернулся. Поэтому, я не знаю, помнят меня там или не помнят, хотя я там мелькал так. Мне кажется, если пока что тебя не убили, и учитывая то, что люди Лондона, из Ванхо и Звонхо работали помощниками шерифа в последние дни, я думаю, тебя уже не все забыли. Ну да. Да, главное говорить, что брат убил Лондона. Да, главное просто давайте про это больше никто не будет ничего говорить. Никогда никому. Господи, мы знаем столько всего, и обо всем теперь должны молчать. Такие дела. Такие дела. Мы большая семья. Да, я напомню о той ситуации с Ларри и третьим товарищем. Мы ничего не знаем. Ларри ничего не говорил. Ларри нам сказал, что отвез его в район Стробери и бросил там. Это его дело, и он его сам будет решать. Это дело. Потому что мы пока сказали вот эту информацию, Ванхоорник. Если... А им он нужен живой. Да. И они нам сказали его найти. Но мы им уже наврали, что мы не знаем, что он как бы... Ну, то есть, что он живой. Да. Но, как мы вчера узнали, тех, кто им врет, они сжигают заживо. Си. Ой-ой-ой. Поэтому безопаснее будет, если все мы ничего не знаем, кроме Ларри. А Ларри потом сам поедет туда и признается, и там уже... Он вроде всем им понравился. Си-си. Пусть... Всю ответственность возьмет от себя. Собственно, как он. Ну, в принципе, так и должно быть. Кстати, Ларри. Да. А можем Дугла называть горчицей? Почему? Мне кажется, ему идет. Ну, как ты, Дуглас? Я не знаю. Я с самого начала интересовался, почему именно горчица. Я так и не понял. Ну, по крайней мере, это будет твоя кличка, и никто не поймет, что это ты. По крайней мере, вы не слышали вчерашних кличек. Нет, мне просто интересно, как горячки боят, он, допустим, сказать горчица очень быстро, и не это... Не запутаться. Горчи. Горчи? Ну, ладно. Горчи придет. Горчица, 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 горчица. Я посмотрю, когда тебя на стоят там стол, ты будешь кричать горчица, чтобы я там взял прикрылся или застрел того, кто... Да, я так и буду кричать. Будешь кричать горчица, а все будут не понимать, что ты орешь. Кстати, да... Могу кричать, кабачковая игра тоже среагирует. Вот еще ваш момент, Джинни, как тебя касается. А? Я тут подумал, короче. Знаешь что, я очень хочу, чтобы ты уехал домой. Почему? Да потому что, ты посмотри, и какой тут пиздец начинается. Ну, раз начали, значит, продолжим. Я не хочу домой. Что из тебя похитят, убьют кто-нибудь? Это лучше, чем жить с каким-то стариком, если честно. Охренеть, можно. Как мне вот с тобой теперь, понимаешь, вот ты вот сюда приехал, я думал, что все будет хорошо, но она сейчас полный пиздец. Да, смотри, она вчера хорошо себя показала, нам всех это... оружие у всех сняла, все деньги забрала, все, все, все... не называйте мне девочкой, пожалуйста. Я называл сничьем, и все. Не обращайтесь ко мне как девочке на таких делах, пожалуйста. Ну, я штырел называть буду. Сничь, вообще-то. Ну, мне так нравилось говорить, дамы. Она говорит укороченно, сны, шны. Сни? Шны. Шны. Это как сничь, только шны. Это на ирландском просто акцент. Это как шнырь, что ли? Да, сничь это как шнырь. Шнырь плюс сничь равно шны. Горчица как гор. Буешь гор. Мне нравится, это мне нравится. У нас есть хвори, голод. Так, ну что, мы едем на проем к этим ишакам тупым. Навстречу там, изнахлониться. Нам нужно... Вана мы не привезем, скажем, что у нас он по делам. Шух. Так он уехал. Да, что он вану с бургией, не смогли его достать. А так, вас троих сегодня покажем. Поэтому вы ничего не знаете про то, что сделал Ларис с седым ником. Я, ты не убивал, не участвовал в убийстве брата Лондона. И мы вообще не знаем всего твоего подногодного. Мы не знаем про Лондона ничего. Я знаю, что Лондон это лошадь Кларков. И я про это вам не говорил. Так, еще кое-что. Лондон это город. Правильно? Среди Великобритании. Да, да, да. И, очень важно, как вам идея, что мы не скажем им о том, что Джинни моя сестра. Народ не особо похожа на меня. А может быть, вообще сейчас мы выдадим ее за мальчика? Потому что это ванхурно. У меня волосы, и макия. И тряпку. А ты можешь убрать их как-то под шляпу? Никак. Да не, слушай, это слишком. Да вот без этого. Пускай они будут девушки. Я опять же, напомню, они не любят, когда им врут. Да, вы можете просто не говорить, что вы брат и сестра. Они спросят, откуда у нас такой маленький... Ну, я говорил, что мы... Вообще-то я не маленькая, мне 18. Я по росту, про росту говорю. И что, вообще-то пипи... Ой, какая пипи-то? У меня-то такого же роста, как я. А. Ну, у тебя просто лицо молоденькое. Да. Ну, и что? Я молодая, но перспективная. Вот так, почему не говоришь? Си. Вам я говорю. Да. Вы меня оправдаете как-то, я думаю. Я не люблю разговаривать, я люблю делать. Мы скажем, мы скажем, да, вот так и скажем. Мы скажем, что ты у нас по карманным воровствам и по угону лошадей, что ты лучше и лучше. И угрозам... У меня язык подвешен вам. Поэтому ты всегда молчишь, да? Не, в плане... У тебя язык подвешен, подвешен. Подвешен, когда надо. Да, тогда, когда надо. Господи, чтобы не врать. Да. Ну да, что не врать. Давайте так, спросят, хорошо, если нет, то не суемся. Больше проделал, да проделал. Там, какой блохнот, каких людей, там, и так далее. Что сказали, что им врать нельзя и с этим придумаем, как соврать. Мы хотим так изъебнуться, что просто невозможно. Сы, просто есть проблема в том, что если они захотят как-то на Римуса давить, они будут это делать через тебя. Кстати, да. Римус не должен показывать, что я ему очень дорога. Подождите, но мы же не можем, мы можем отвечать так, мы можем не врать им. Они будут скоро спросить, а кто такая? Это вот у Джинни. Это Джинни. О, а такая молодая, и ваши банди. Ну да, так получилось. я об этом вам и говорю, что им просто, давайте им просто не договаривать. Мы не брём. Мы просто не договариваем, и всё. Да, и всё. Мы как бы, давайте, мы сами будем вопросы задавать. Кто ведёт вопросы, ведёт диалог. А какие у нас вопросы к ним? Что за блокнот? Что за чёрный переплод? Что за красная книжка? Вот это всё проработка, да? Ну да, прям с характером будем-то говорить, да? Господи, что это за тарелка лежит на столе? По столу ещё буду штукать. больше, чем их было вчера, поэтому мы можем себе позволить. Как может разребём их? Волхорни, да? Это шутка, это шутка. Да поехали, а то стемнеет вообще будет. Надо... что-то здесь знает его? Я знаю только одно слово. Сука! Говорят, это что-то хорошее. Опа. Опа. Добрый вечер. Здравствуйте, господи. Отлично видеть вас всех в добром здравии. А мы только собирались к тебе в гости приехать. Прекрасно, придётся ваш визит отложить. Мне поручено пригласить мистера Джима и мадам Пипи... Пипе... Как вас? Пипито. Пипито. Вот этих двоих для проведения очной ставки с нашими друзьями. И возможно, вследствие диалога... Давайте вместе проедем, что-то. Мне приказано привезти только двоих. Не переживайте, это исключительно дружеская беседа. С вашими друзьями ничего не произойдёт, даю вам слово. Так не, мы просто проедем нам потом познакомиться, поговорить, что там откладывать. Да, сейчас просите познакомиться с нашими другими членами нашей банды. Ну, если вы готовы во время беседы где-нибудь, не знаю, половить рыбки, покушать. Пока ваши друзья вот отрешатся с Джеком. Да, у меня проблемы. Прям там вас подожжем на улице. Хорошо. Хорошо, тогда собирайтесь, я жду вас. Я сейчас подойду тогда. Угумонись, медовик. Готовь пистолет на всякий случай какой-нибудь. Вы куда-нибудь еще, давай, возьмем с собой за пазуху. Один сдадим, если что, один у нас будет с собой. Куда ты его засунул? Под шляпу? Да как вот в карман у тебя, в карман куртка, внутренний карман куртки. Ай, его видно слишком. Это же не какой-то там ножичек. В сапог. В сапог. Они у меня облегающие. Джим, не выдумывай. Я не хочу быть беспомощным, ну ладно. Сейчас, я спущусь. если будет это вонючее общение будет с этим козлами, мы в принципе ничего не с чем нам не наврали, да, получается? Ну, проблема в том, что я даже не знаю, о чем вы с ними говорили. Прекрасно. Отлично. Я была на этом, в патруле. Хорошо, тогда... Да. Пошли. Мы впереди, вы за нами. Да, конечно. А! Сихо. Прошу прощения. Прошу прощения. Будьте внимательны, на самом деле, на всякий случай. Да, ничего не будет, не сай. Все дорогу до Ванхорна знают. Да. Ну, тогда ускоримся. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок.